Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным выпуском «Умарти Киев». Коротко о некоторых темах. В зону проведения специальной военной операции отправлены тепловизоры и рации. Ряды Вооруженных сил России пополнят 400 новобранцев из Карачаева Черкесии. Четыре школы Черкеска станут площадкой для написания экологического диктанта. И копилка Карачаева Черкесии пополнена двумя медалями по итогам международных соревнований по вольной борьбе в Красноярске. Далее об этих и других темах подробнее. Ряды Вооруженных сил России пополнят 400 новобранцев из Карачаевой Черкесии. В Нижегородскую область для прохождения военной службы уже отправились 13 ребят. Все они из разных районов региона. В зону проведения специальной военной операции новобранцев отправлять не будут. Они будут жить в военной части и находиться на территории России. Карачаева Черкесия по поручению главы республики Рашида Тимрезова установила ряд дополнительных мер региональной поддержки для семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Принятый ранее перечень мер расширен по указу главы республики и охватывает как членов семей мобилизованных, так и семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи с начала спецоперации. Подробности сообщила заместитель министра труда и социального развития Мадина Шаева. В соответствии с указом главы Карачаева Черкесской Республики, мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам, военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации, которые заключили впервые контракт с 21 сентября, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также указом установлены выплаты в случае ранения, в зависимости от тяжести ранения от 100 до 300 тысяч рублей. И в случае гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей. И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне. Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции. И приняты меры поддержки и семей, и детей. И очень много дополнительных мер. Но в части, касающиеся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. И очень важно отметить, что в соответствии с поручением главы республики, за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. 11 тепловизоров и 50 раций направлены мобилизованным из Карачаева-Черкесии в зону проведения специальной военной операции. Для граждан, призванных в соответствии с указом президента на военную службу по мобилизации, вооруженные силы России правительством страны продлены сроки уплаты имущественных налогов. Так, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря этого года, включительно, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает. Новое налоговое уведомление будет направлено мобилизованному после получения налоговым органам информации о его увольнении с военной службы. Четыре школы Черкеска станут площадкой для написания экологического диктанта. Жители республики с 11 по 27 ноября смогут проверить свои знания по экологии. Написать «Экодиктант» можно и онлайн на официальном сайте ecodiktant.ruz. Оффлайн-площадками ежегодной просветительской акции в этом году стали средние общеобразовательные школы номер 2 и 12, Центр образования номер 11 и Лицей номер 15 Черкеска. Участникам в течение 45 минут предстоит ответить на 25 вопросов. Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архыз, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства страны и получении финансовой поддержки на развитие туристической отрасли, которая в нынешнем году получила господдержку от федерального центра в размере 342 миллионов рублей. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги и сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках, и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день, благодаря этой поддержке, пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. По результатам Всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство Росмолодежь, 42 субъекта России получили субсидии на развитие молодежной политики. В числе победителей Карачаева Черкесия подробности сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых», который со своей стороны позволит создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаевская республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство позволит создать корпоративный университет, который включит в себя центр обучения в среде легкой промышленности, который является актуальным для Карачаевской республики, центр подготовки специалистов в сфере туризма – это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также, в свою очередь, не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева полным ходом идет ремонт корпуса естественно-географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важная задача, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Комментирует информацию ректор университета Толсултан Узденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание и уже с нового неучебного года, календарного года наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную природную архитектуру. С другой стороны, студентество – это шаг в будущее. Это молодежь, это трансформация. В то же время должно быть и модно соединить классику, традиции и желание идти вперед. На сайте Яндекс.Афиша жители Карачаево-Черкесии могут ознакомиться с культурно-образовательными и патриотическими мероприятиями, которые будут проходить в республике. В предстоящей неделе обещают быть насыщенными на события, ознакомиться с которыми можно по ссылке afisha.yandex.ru. В Черкесске прошел открытый урок по самообороне. Мастер-класс для ребят провел директор Республиканской комплексной спортивной школы «Победа», президент и тренер клуба «Дикая дивизия», известный спортсмен Азамат Кубанов. Он показал ребятам самые распространенные приемы, которые им пригодятся в экстренных ситуациях. Затем мальчишки и девчонки отрабатывали их в парах под руководством наставника. В Черкесске по инициативе регионального министерства по делам молодежи прошло мероприятие, посвященное профилактике экстремизма в молодежной среде, на котором, в частности, акцентировали внимание на роли религиозных институтов и национальных общественных организаций в сохранении традиционных духовных и культурных ценностей. Комментирует информацию о первополномоченной Центре противодействия экстремизму Оксана Кочубеева. На сегодняшний день причиной этому является такая сеть, как интернет, где они могут получить разнообразную информацию, и не всегда правильную и достоверную. Поэтому об этом нужно говорить, нужно направлять и проводить профилактику. И то мероприятие, которое организовало Министерство по делам молодежи, это очень важно. Для того, чтобы обезопасить молодежь именно в сети интернет. Более километра береговой линии, 200 волонтеров и 250 мешков, собранного ими же мусором. Это предварительные результаты, заключительные в этом сезоне экологической акции «Вода России». На этот раз убрать мусор на берегах рек. В Прикубанском районе вышли студенты Северокавказской госакадемии, работники Министерства природных ресурсов Карачаева Черкесии и неравнодушные жители республики. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Акция у нас с 2014 года реализуется. Раньше она была как небольшое экологическое движение, которое потом переросло в национальный проект. Это сохранение уникальных водных объектов, национального проекта «Экология». С 2019 года в рамках указанного у нас проекта реализуется. И, конечно, основная цель – это не только уборка берегов водных объектов по всей России, но и привлечение вопросов населения, жителей, регионов, проблемам загрязнения водных объектов. То есть даже статистика нашего региона – 2014 год – это порядка 20 участников, и 2022 год – это уже порядка 200 тысяч участников. Там 180 тысяч человек, и мы уже к такой цикле подошли. В Ставрополе прошел краевой турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта СССР Николая Гнедова. Легкоатлеты Карачаева-Черкесии выступили достойно, завоевав различные награды. Победителями стали Данила Макаров в беге на 1000 метров, Кирилл Духин в беге на 60 метров с барьерами, Александр Мирошниченко в толкании ядра, Милана Магулаева в прыжках в длину и Максим Шкергин в прыжках в высоту. Одну золотую и одну бронзовую медали привезли наши борцы по итогам 17-х международных соревнований по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева в Красноярске. Амаль Джандубаев и Амаль Кирейтов в очередной раз достойно представили нашу республику. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению из синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6-11, в горах местами от 0 до плюс 5. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!